Невиданная бюрократия и невыносимая боль подтолкнули 66-летнего контр-адмирала Вячеслава Панасенко к страшному решению. У него был рак, и он застрелился после того, как ему не удалось получить подпись, необходимую для рецепта на обезболивающие. Фактически на сегодня нет в системе поликлинического обслуживания такого человека, который бы понимал нужды таких больных, фактически умирающих больных, и адекватно оценивая ситуацию, рекомендовал бы обезболивающие или еще какие-то сопутствующие лекарства. Эта проблема не понаслышке знакома тем, кто в России имел дело с раком. Человек корчится от боли, а ты ничего не можешь сделать. Ты даже когда вызываешь скорую помощь, тебе говорят, миксуйте вот это сильнодействующее лекарство, вот с этим. Оно же у вас есть ведь, выписанное. Даже без рецепта можно купить. Вы миксуйте и пробуйте, что будет. Это будет обезболивать в течение двух часов, это в течение двух с половиной. Вы пробуйте. Я вармен, что ли, пробовать и миксовать коктейли из обезболивающих. Обезболивающие, которые отпускаются по рецепту, в России достать тяжело даже для больных раком. Министерство здравоохранения держит такие препараты, как морфин, под строгим контролем и выдает их в мизерных количествах из-за опасений, что они попадут не в те руки и будут распространяться как наркотики. Если говорить о доступности опиатов, Германия находится на первом месте. Здесь на миллион человек ежедневно выделяется 18 тысяч доз. Россия же на 42-м месте. На миллион человек выделяется лишь 107 доз. Из-за смерти контр-адмирала российские политики задумались об изменении законодательства для того, чтобы пациенты могли получать большие дозы лекарства. Однако это не устранило всех трудностей. В данный момент в этой сфере очень много законодательных ограничений. Врачи не могут свободно выписывать обезболивающие. Они боятся делать это, так как контролирующие органы могут посчитать, что это было нецелесообразно, и начать расследование, почему врач выписывает так много обезболивающих одному человеку. Даже в Германии, где лекарства доступны, пациенты порой решают покончить жизнь самоубийством. Но там они делают это не из-за бюрократии. Депрессия – один из наиболее частых побочных эффектов, который врачам вылечить не удается. Жизнь потеряла для них смысл. Они не могут делать то, что раньше составляло важную часть их жизни. И они не хотят терпеть это до последнего. Некоторые считают, что в России проблема заключается не только в системе здравоохранения. Само общество не может полностью принять пациентов и относиться к ним по-человечески. Когда наступает болезнь, так получается, что общество каким-то образом отшатывается. У всех очень много проблем. Ни у кого нет силы по-настоящему на сопереживание. И времени нет на это. И на эти самые важные моменты поддержки близких в последние недели, месяцы их жизни на Земле очень мало у кого остается силы. Ирина Галузька, РТ